приветствую с мои родные любимые христолюбчики и братцы сёстры во христе и все люди на земле всем желаю радости счастья мира добра всякого блага в жизни вашей в души ваших дома ваши во все сферы жизни ваши сегодня мы с вами поговорим о первородном грехе о второродном и прочих вещах давайте все таки так как ролики бывают люди смотрят независимо не последовательно через какое-то время плюс я их стараюсь всегда группировать по плейлистам сегодня мы поговорим так как грехи адама с евой о том что произошло в раю кому-то события известны кому-то нет давайте мы все-таки почитаем кто в курсе кто нет это первая книга библии первая книга ветхого завета под названием бытие в первой главе который описывается сотворение мира во второе сотворение человека более подробно но в первый тоже мы видим во второй нам более подробно это раскрывается и в третье кто знает эта глава посвященная грехопадению человечества давайте прочитаем а потом я уже так свободно поговорю змей же был хитрее всех зверей полевых которых создал господь бог и сказал змей жене подлинно ли сказал бог не ешьте ни от какого дерева в раю и сказала же на змею плоды из деревьев мы можем есть только плодов дерева который среди рай сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы вам не умереть ну давайте все таки мы обратимся ко второй главе и взял господь бог прежде да надо был ссылки чуть пораньше почитать и взял господь бог человека и поселил его в раю чтобы возделывать его и хранить и заповедовал господь бог человеку говоря от всякого дерева в раю ты будешь есть от дерева познания добра и зла не ешь от него в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь и были оба ноги чуть-чуть пропустим до адам и жена его и не стыдились ну и вот уже мы чуть-чуть прочитали да и сказала жена змею плоды из деревьев мы можем есть только плодов дерева который среди рай сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы вам не умереть ну я всегда обращаю внимание на то что его кстати прибавила к заповеди бога господь не говорил не прикасаться он не говорил не вкушать не есть и сказал змей жене не умрете но знает бог что в день в который вы вкусите их откроются глаза ваши будьте как боги знающие добро и зло и увидела жена что дерево хорошо для пищи что оно приятно для глаз и вожделенно потому что дает знания и взяла плодов его и ела дала также мужу своему и он ел и открылись глаза у них обоих и узнали они что что наги и сшили смокованные листья и сделали себе опоясание и услышали голос господа бога ходящего в раю во время прохлады дня и скрылся адам и жена его от лица господа бога между деревьями раем и возвал господь бог к адаму и сказал ему адам где ты он сказал голос твой я услышал в раю и боялся потому что я нах и скрылся и сказал бог кто сказал тебе что ты нах не ел ли ты от дерева с которого я запретил тебе есть адам сказал жена которую ты мне дал она я ел она во всем виновата и сказал господь бог жене что-то это сделала жена сказала змея обольстил меня и я ела и сказал господь бог змея за то что ты сделал это проклятый перед всеми скотами перед всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобой между женой между семенем твоей между семьями ее она будет рожать тебя про о она будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в питом жене сказал умножай умножу скорбь твою в беременности твоей в болезни будешь рожать детей и к мужу твоему влечение твое и он будет господствует над тобой. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее, а все дни жизни твоей колючки репей произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, в которую ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Евы, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не протянул он руки из своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, с которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке сада Едемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ну вот такая всем известная, в принципе, кому-то может быть неизвестная история грехопадения человечества. У меня есть, конечно же, и кто знает, я последовательно читаю Ветхий Завет на канале, Христолюб, Библию, Чтение, Писание. И причем я вот эти главы с первую по третью, с первую по шестую до потопа неоднократно зачитывал. Все у меня собрано в отдельных плейлистах, есть отдельно по Писанию. Я, кому интересно, что-то более подробно подчеркну, потому что сегодня я не буду говорить обо всех аспектах, что можно было поговорить. Зачитал я и не останавливал специально, чтобы просто напомнить картину. Слова, которые нам известны до нас дошли через Писание. А я просто одну единственную хотел сегодня мысль подчеркнуть, потому что о ней часто говорил, ну чтобы она в отдельном ролике осталась, я говорю, все-таки я их собираю по плейлистам, что кому интересно какие-то темы, вопросы, и он хочет максимально для себя раскрыть, было проще дать ответ. И сегодня я хочу показать вот эту тему, вечную беду. Вы знаете, всегда я говорю, а я говорю не от себя, хотя всегда говорю, что тоже опираемся прежде всего на себя, ты сам внутри истина. Писание лишь подтверждает, причем то, что для тебя только сегодня истина. И внутри у человека сначала ребенок, потом он растет, есть духовный рост, об этом мы все прекрасно знаем. Сам Павел писал, что мы только достигнуть должны жены возраста мужа, ну хотите, жены человека совершенного, полного возраста Христова. В этого человека, во Христа, а тут такого грешника Адама, человек должен еще вырасти. И вот если вы хотите, мне тоже, помню, задавали много вопросов, там, помню о рождении, вы знаете, я говорю, есть отдельный плейлист, я и туда, я в несколько бывает плейлистов добавляю тот же ролик, если он по темам немножко разбегается. Я записывал ролик, естественно, о духовном, о внутреннем человеке, о духовной жизни, кто как только эти темы не называют, но по сути говорят об одном и том же. О духовном росте, о развитии, я говорю о душевном человеке, духовном, внутреннем человеке. Я там, конечно, все это писал. И вот сегодня опять же, меня там, когда о рождении свыше спрашивали, все же тоже мают с этими вопросами, я тогда тоже там определенную серию роликов записал, до многих наконец-то дошло, и стали они сами себя познавать, рожден ты свыше, не рожден. Рожден свыше очень легко. Если ты принял слово евангельское, истину евангельскую, покаялся и решил изменить свою жизнь, ты и родился. И просто первым, по сути, критерием, это никакие не дары духа в виде там исцеления, ни бормотания на непонятных языках. Нет, это когда ты сам, во-первых, у человека будет действительно, он в себе обретет любое, зачатки пусть этого духа, да, так как это только семечко любви, радости, мира, всего вот этого. Человек резко изменится, он станет кротким, смиренным, более-то он готов будет всем ноги целовать. Это неофиц-то все проходят, кто действительно вот это искренне видит, Евангелие, жизнь, учение Иисуса, и говорят, Господи, прости меня за все, я жил как последняя скотина, и я хочу быть таким, как ты. И все, человек меняется. Это кто это переживал, тот знает, вот ты рожден. И первое, кстати, это именно устное свидетельство, ты начнешь всем об этом рассказывать. Родственникам, друзьям, и Евангелие свидетельствовать, вот твое рождение свыше. Господь сказал, вы будете мне свидетелями. Заметьте, дух сходит, и они начинают первое, что Петр делает? Исцеляет кого-то, мертвых там воскрешает, больных исцеляет, бесов изгоняет. Нет, он начинает глаголить слово, вспомните. Они как опьяненные Духом Святым на разных языках для народа, на иностранных, начинают проповедовать. Это именно свидетельство, это рождение. А вот этот вот, сколько вот тоже тычут, это же такая беда. Я смотрю на этих, я говорю, порой детей духовных, а порой вообще даже вот имя нерожденных. Все все осуждают вокруг, все все плохие. И одно дело осуждать, а точнее рассуждать, ну действительно выносить свой вердикт, что это плохо. Вот в этой системе это учение лживое, оно ведет человека не туда. Человек заблуждается и не туда пойдет, если поверит этому. А другое дело тыкать всем на свете. Ну и просто всех, даже массу обвинять в своих грехах. Одно дело учение обличать, а другое дело говорить, что все вокруг виноваты. Вот вечные жиды, масоны, дядя, Степа, жена, все вот как. Так, докатываемся, я говорю, до уровня Адама опять, с семени Христова. Реально докатываемся опять. Мы семя Христова принимаем, евангельское жизнеучение, и что, и опять скатываемся. Я так в шутя, конечно, называю, что первородный грех вот это вот вечной стрелой, да, на всех скидывание. Конечно, сам грех состоялся, да, они вкусили плод с этого древа познания добра и зла. Я сейчас сегодня об этом, я ни о чем не буду говорить, у меня, говорю, полно на эту тему тоже роликов. А вот действительно, я уже показывал в предыдущем, просто кто последовательно смотрит, мы с вами вчера, кто слушал ролик, тот слышал, я надеюсь, имея уши, да, что Господь им сказал, вкусите, смертью умрете, они не умирают, Бог их призывает к чему. И это очень важно, и вот сегодня я эту тему опять продолжу, казалось бы, вчерашнюю повторю, чуть-чуть пожую, так что уж набирайтесь терпения. Бог сказал, я не зря опять прочитал, то есть мы с вами видим картину, Бог дает заповедь. Какую? Какую Бог дает заповедь? Не вкушать, здраво познания жизни. С чем он дает ее? С обетованием, ибо умрете. Они умирают? Нет, не умирают. Они не умирают. Более того, они еще более отчетливо слышат голос Божий. Это очень важно понять в своей жизни. Важно понять. Во-первых, тебе никакая не совесть обличает, а реальный Бог, который есть истина, который есть любовь. Я говорю, у меня есть мысли, я рассказывал, что это такое за плод, который вкусила Ева, который дала Адаму. Я говорю, кто интересно, в плейлистах в моих повозитесь, там все это найдете. Ну, или в комментариях пишите, я всегда дам ссылки. Они вкушают и не умирают. Это очень важно понять для себя. Очень важно. Я всегда много раз об этом говорил и буду говорить. Секундочку, подождите. Они вкушают и не умирают. А еще более отчетливо слышат голос Бога. И Бог что? Начинает их сразу судить? Нет. Нет. Он их линчует, я говорю. Нет. Он призывает их к чему? К покаянию. Это очень важно понять. Бог есть любовь. Ну да, согрешили. Покайтесь. Покайтесь. Поэтому, в принципе, я и называю все это. Их даже делить нельзя. То, что они потом, особенно Адам себя показал, как самые высокие. Ева на змея. А Адам еще дальше покатился. На жену. И додумался тыкнуть Богу. Это вообще караул. Ты мне ее дал. Ну да, он тебе дал для счастья. Помощница, чтобы ты в любви возрастал. Но у нас и грешила. Ты-то за ней не катись. А он покатился. И кого обвинил. Вы знаете, в жизни, я всегда все с жизнью. Бог же, видимый мир нам дал как проекцию невидимого. Проходя через определенную грань, которую мы называем в мире научным атомом. Энергия становится материальна. Вот мы с вами люди. Я говорю, вы хотите знать, на каком вы возрасте? Очень элементарно. У нас когда начинается ответственность у людей? Ну, хотя бы лет в 16. Уже 14, там паспорт дают. Есть административная у детей. Порой даже уголовная. Кто знает? 14, 16, 18. Вот когда вы перестанете всех на свете осуждать в своих грехах, что кто-то, мол, виноват, кто-то меня соблазняет. Вот этот проповедник. Надо его задолбать просто только потому, что он еретик. Он меня соблазняет. Или он кого-то соблазняет. Разве Бог мы... Это я говорю, сейчас я по тексту внимательно не разбираю. Вы сами все знаете. Я специально, раз уж такой формат у меня есть, как проповеди. Без всякого фанатизма. И то он даже вон текст сегодня показал. Но я так достаю вон до компьютера чуть-чуть. Могу куда-то тыкнуть. Адам, до чего докатился? Тыкать Богу. Ты мне дал эту жену. Разве Бог стал ему говорить, что вот... Да, да, да. Ой, прости, я понял. Разве он с Адама начал? Ты почему? Он сказал, да это Ева. А, Ева, прости. Все, ты не виновен. Все хорошо. Сейчас Ева. А ты? А, это змей? Так, сейчас со змеем буду разбираться. Хорошо. Отдыхайте. Ешьте, пейте, веселитесь дальше. Нет. Начал тон с Адама. Только никакие его отговорки. О нехорошей жене, которую ты мне дал, Господь мой и Бог мой. Не помогли. Вот тогда, когда он был упорен в своем непослушании, Бог решил человека научить. Естественно, нужно да истину как-то познать. Это ж не любовь. Бог из любви дал. Бог зла не творил. Ева он создал. Он создал человека свободным. Свободным. Ева сама по себе прекрасна была? Прекрасна. Адам прекрасен? Прекрасен. Деница, ангел света, сын Зари. Прекрасен был? Прекрасен. Это их свободный выбор. Ну, Деница свалился хорошо. Вознесся и свалился. Ну, хорошо. Вы-то что? У вас свободная воля есть. Куда вы валитесь? Ну, хорошо. Это свалился. Ты-то куда валишься? И вот если вы хотите узреть свой духовный возраст, внутреннего человека, я вам сразу скажу, посмотрите на свои поступки. Если вы все время всех вините, всех долбаете, я говорю, начиная с тех же самых проповедников, потому что образ сатаны, это образ того же самого, он же ее соблазнял словами. Там еретики, там еретики. Да, учение есть. Да, ты не соблазняйся. Послушал? Отодви. Пожалуйста. У тебя горит, Бог тебя ставит на учительство, на проповедь. Пожалуйста, сейчас блок заводи. Хочешь на площади стой, где хочешь проповедуй. Ты проповедуй истину, обличай ложь. Только не надо этих людей тыкать, унижать их, оскорблять, кричать, что они еретики. Ты покажи истину. И покажи не истину, где она не истина. В своих грехах никогда никого отвинить нельзя. Не важно, что тебе сделал этот человек. Иисуса били, плевали. Он не мстил. Он не отвечал злом на зло. Более того, он благотворил. Он Бог, явившийся во плоти. Он этим людям подавал дыхание жизни. Они стояли на своих ногах и вбивали ему руки, гвозди в руки и ноги. Только благодаря тому, что Бог его поддерживает своим дыханием жизни, которое в нем теплится. А порой даже и фонтаном бьет. Потому что он полон здоровья и сил, чтобы брать этот молот. Вот и все. А вот этот первородный грех, я почему их вместе называю? Потому что Господь не убил человека. И не умер человек, когда вкусил запретный плод. Бог призвал его к покаянию. Только после этого Бог начал учить человека. Пошел урок в виде кожаных одежд. И трансформация, как мы видим, даже земли, от которой Адам теперь будет, чтобы вкусить Божью благость. Раз ты говоришь, я нехороший, ну ты попробуй, что такое действительно нехорошо. Если раньше ты не напрягался, там ел и питался, теперь будешь в поте лица это делать. Я нехороший? Ну попробуй, посмотри, какой ты хороший. Бог все дал человеку. Человек это не оценил. Надо понять, что этот плод, это же не просто абстрактно, что он яблочко съел. Это был настоящий грех. Ну, я вам говорил, у меня есть убеждение, что не просто так, что Ева именно согрешила сатаной. И там пошло-поехало. Я уж даже гадать не хочу, что она там Адаму предложила. Ну, что-то не очень хорошее. Это был настоящий грех. Это была боль. Это была злоба, что-то страшное. Да, грех. Именно грех. Причиняющий боль, несчастье, страдания. Вот. Поэтому, когда вы начнете брать ответственность на себя, почему мне все время, ты что, ты там якорь, ты еще что-то. Да, потому что я беру ответ на себя. Я, в отличие от вас, я говорю, никого ни в чем никогда не виню. Ни в личных грехах. И пусть кто-то им как бы способствует, да. Меня, может, раздражили, еще что-то оскорбили, ударили. Я не отвечаю. Вот. Если я ответил, я каюсь, грубо говоря. Словом на слово даже. То есть, я считаю, что я не прав. Я не должен так делать. Не важно, что человек меня спровоцировал. Понятно, он первый не прав. Но я-то не прав по истине евангельской. Я не должен этого делать. Вот когда в это память, потому что человек, ну да, это человек злой. Это человек бесноватый. Ну и что? Ты-то будь святым, а не стать таким же его зеркалом, безноватым. Вы скоро ролик увидите, человек, люди-зеркала, я хочу записать. Ну, правда, там немножко о другом. Вот. Ну, тоже есть некий смысл в этом. Вот. Вот и все. И вы свой возраст познаете, когда вы вот в эту степень придете. Когда вы перестанете всех на свете осуждать, Богу тыкать. Кто знает, мы читаем Ветхий Завет на канале Христа Любви, Библии, Чтения, Писания. Я там сразу заложил эти аксиомы. Тысячу раз о них говорю. Вся Библия написана такими же грешными, ветхозаветными людьми, авторы ее. У них реально это же видно. У них какая линза? Бог плохой, а человек агнец непорочный. И все, кто Библию словом Божиим называет, я уже сто раз показывал. В тех беседах публичных, кто мне когда-то звонил. Это люди оправдывают всегда в этой Библии человека, а Бог всегда прав. Ну, прав, правда, в зле. Творя зло, он прав. А человек, хорошие там эти типа праведники, потому что они типа исполняют, ну, вот такие вот правильные, неправильные, тут вообще непонятен гибрид. Типа зло там творится, типа туда главное Бога кровью помазать, там очень часто это делает автор или праведник в этой крови, у него у самого по локоть там, по локоть руки в крови, он обязательно Бога помажет в этой крови, сказав, что это Бог его умертвил, или я волю Божью исполнил, и все. И нас клинит, что Бог в этом во всем участвует. А это совершенно не так. И вся Библия так написана. А я всем говорю, уберите этот первородный грех. Все, что там в Библии творят, это творят люди. Все зло, которое мы видим, это все делают люди. А если там где-то есть моменты, где, типа, Бог там даже как бы умершвляет, только далеко не все те места, которые основная масса думает, кто со мной читает, тот знает. Там всегда действительно можно увидеть уроки Божьи, промыслы и любовь. Но это не жестокость. Это не там ручьи ненависти и боли. И таких моментов, кстати, совсем немного в Библии. А в основной массе все зло творят люди. Поэтому, когда вы примете эту позицию не Адама, Бог нехороший, а я Агнец непорочный. Это она меня соворотила, потому что он не усмотрел и дал мне ее, и не усмотрел за ней. Вот когда вы поменяете эту позицию, Бог благ, а я могу быть злым, тогда у вас все встанет на свои места. Когда вы так станете, говорю, тогда вы на других людей по-другому будете смотреть, абсолютно по-другому. И тогда вы сами, как минимум, может быть, вы несовершенный возраст Христов, пусть вашему внутреннему человеку не 30 лет, не 33, как считается там возраст Христа, да? Ну, уж до совершеннолетия доросли. 14, 16, 18, 21. Так возьмем. Вашему внутреннему человеку есть. Вы достигли. Вы сами за свои грехи отвечаете. Никого никогда в своих грехах не вините. Даже если вас спровоцировали и вы погрешили, это не имеет значения. Мы этот мир заквашиваем любовью, светом, добром. Даже на зло. Это заповедь наша, как проповедников и светил истины. Отвечать даже на зло добром. Поэтому, если ты на зло ответил злом, ты не христианин. Ты не ученик Иисуса Христа. Ты не совершеннолетний, не здравый внутри человек. Ты обычный, какой и был. Ты Адам. Грешный Адам. И Ева. Вот и все. Поэтому я говорю, они нераздельны. Если даже, я говорю, ты согрешил. Мы все, бывает, можем свалиться. Тут же покайся. Никого ни в чем не вини. Тут же покайся. И Бог тогда не отступит от тебя. Не отступит даже в момент греха. Если ты тут же покаешься. Единственное, надо не забывать. Если ты искренне покаешься. Даже умом. Бог тебе может дать урок. Может дать урок. Причем урок будет ровно такой же, что ты сделал. Ты вкусишь. Тебя, причем, я говорю, чтобы вкусить это, тебе сделают то же самое. И ты своими граблями. И тебе надо будет пройти этот урок. И выйти из него достойно. Тогда твое покаяние будет реальным. Я, кстати, не говорю, что Господь бы там сказал бы, даже Адам бы с Ева покаялись. И ничего бы больше дальше не было бы. И просто это, знаете, я говорю, это одна из тех антиномий, которые я люблю говорить. Выгнал бы, одел бы Господь в кожаные ризы человека, выгнал бы он его из рая, даже если бы он покаялся. Если бы не погрешил, понятно, там не за что. Но опять же, я говорю, вопрос, погрешил бы человек, обладая свободной волей или нет. Все равно погрешил бы. Это антиномия неразрешимая. Казалось бы, человек может не погрешить. И этого всего бы не было. Но человек свободен. И человек это человек. Он создание. Он только... У него есть начало. Хотя, понятно, в вечности мы потеряем, возможно, это чувство, ощущение начала. И будем уже всяческое во всем. И как у Бога нет начала, нет конца. А мы в нем были всегда и будем вечно. И были от начала. Но сейчас это так. И мы должны пройти это осознание. Прийти в это понимание Божества. Вот так вот. Но как минимум, если мы не хотим закисать возле упорствовать, надо сразу всегда раскаяться и никого ни в чем не винить. Это очень важно. Здесь нам же все показано в этом, в этом, как называют первородном грехе, в этих событиях, в грехопадении, так называемом. Но все время просто я заметил, что никто об этом, я, по крайней мере, не слышал. Ну, так, в общем, понятно, говорят, что он там не раскаялся. Но насколько это важно? Вот это не раскаяние, это ровно половина. Это важность. Они на чаши, они даже, хоть так можно, конечно, сравнивать, что они на разные чаши весов лежат. Но на самом деле это одно и то же. Потому что грех, он должен быть раскаянным. Поэтому, я говорю, весь этот протестантский бред, я всегда буду говорить до упора, что спасен человек по вере. А по своей жизни, когда он пока, уверовав во все это, в любовь, свободу и бессмертие, человек кается в том, что не жил по этой любви, свободе и бессмертии, и меняет свою жизнь. Причем, Бог тебе пошлет уроки, и ты должен будешь подтвердить свое раскаяние. Так ли это? А то, я люблю, я милосердный. Много ты кому помогаешь, милосердный ты мой. Жизнь – это дела человека. И вот это вот раскаяние в грехе и никого ни в чем не виня, это не менее важно, чем, скажем, сам грех. Так что это очень важно. Вот это вот именно снятие с себя вины. Это, я говорю, ты покаялся, ты еще и это убрал, так скажем. Потом просто опытом жизни тебе это доказать придется. А так ты на себя еще больше навалил. Ты мало того, что согрешил, еще и вины свои не признаешь, еще и на других валишь. Ты еще прибавил. Как Господь говорил, и будет второе хуже первого. Вот это из этой серии. Мало того, что согрешил. И должен был покаяться, да? Так ты еще и вниз свалился. Не то, что это убрал. Вот это очень важно. Видеть всегда и в жизни, в своей применять. Это же, я говорю, не только в первородном. Это в каждом. Я говорю, мы сегодня можем с вами завтра свалиться или идем по этапу потихоньку к святости. И не важно, это крупный грех, сильный, тяжелый, мелкий. Не важно. В нем всегда надо сразу покаяться, сотворить достойные плоды этого покаяния. Плоды нужны. Я говорю, весь этот протестантский бред – это полная ахинея. Человек от своего раскаяния должен сотворить плоды. Плоды – это дела. Достойный плод покаяния – это как раз невидимая сущность. Это лишь твое желание, твои мысли. А плод этого покаяния – это дела. Вот ты должен сотворить достойный плод любому своему покаянию в любом твоем грехе. И ты его сотворишь только тогда, когда ты никого не обвинишь. Значит, ты полностью берешь свою вину. Если ты кого-то обвиняешь, ты никогда достойного плода не сделаешь. Ты уже себе нашел отмазку. А нашел отмазку, ты и не раскаиваешься. Потому что, ты говоришь, это он виноват. Получается, автоматически, что я прав. Господь говорит, ты прав? Ну, иди. Поживи без меня. Очень важно это, вот это вот в жизни понять. Никого, никогда, ни в чем не обвинять. Потому что вы автоматически не раскаиваетесь. Обвиняя другого, ты не раскаиваешься. Беря вину за свой грех, ты раскаешься. Неважно, кто был причиной. Да, мир лежит во зле. Мы не всегда творим грехи только от себя. Бывают, этому способствуют внешние обстоятельства. Они бывают изнутри. Вот этот первый грех Адама, он изнутри шел, как те же самые евреи, из рабства Господом выведенные. Когда почему-то в землю обетованной, все любят там эти буквоеды, защищающие, я говорю, все зло в Ветхом Завете. Что вот надо было все эти народы истребить, чтобы они, типа, не свалились в язычество опять. Я говорю, слушайте, они когда в пустыню Господь вывел, там какие народы их соблазнили, когда они вот с Моисеем, тет-а-тет, столько лет провели, выводя их из Египта, в пустыню вошли. Он на 40 дней зашел на гору. И я говорю, их какой народ соблазнил золотого тельца слить? Там кто были? Евусеи, сыны Инаковы, Мавитяне. Кто там был? Кто там был, я говорю, никого там не было. Они сами захотели. Это их не личный грех. Они, как Ева, соблазняют Адама Аарона. Аарон что сказал? Они народ буйный, жестоковыйный, я их испугался, они сказали, я сделал. Поэтому, кстати, Господь сказал, что на Аароне и хотел его вместе с народом уничтожить. И большая вина на нем, потому что он голова был. Под страхом смерти, должен сказать, вы что, обезумели? Вы какого тельца лиц собрались? Бог нашими руками, причем Аарон был, все почему-то любят и думают, что только Моисей там, как главный герой был этого, нет. Аарон был с ним, рука об руку они шли. Это же он там написано, многие чудеса творил. Это он говорил с фараоном. На Аароне была великая ответственность. Он был как голова, как мужик. Этого церкви, этой невесты, этого Израиля. А он что? Ну, они подступили. И я тут же сдулся. Если Моисей хотя бы увидел землю обетованную, Аарон ее даже не увидел. Умер намного раньше. Господь ему сказал, именно за это. Никогда ни на кого вины не сваливать. Аарон что сделал? Все то же самое. Они виноваты, они приступили, народ жестокий, я испугался. Никогда никого ни в чем. Если вы согрешили, не важно какое-то зло. Неважно. Маленькое, большое, семейное, несемейное, личное, общественное. Грех есть грех. Вы сотворили зло. Кому-то причинили боль, страдания. Покайтесь. Тем более, мы люди Нового Завета. Даже если тебе причиняют зло, ты должен на зло ответить добром. Это заповедь, это любовь, это свет, это Бог. Если ты так не делаешь, ты не в истине. Ты вообще к Новому Завету пальцем не прикасался. Ты можешь хоть насся, там обнасся. Рожден ты свыше или нет. Ты рожден, и ты уже умер давно. Ты то семечко, которое быстренько вышло и тут же засохло. Вот так вот. Вот такое мое слово. Хочу, чтобы тоже многие об этом забывают. И, к сожалению, многие этим погрешают. Многие. Огромная масса христиан. Я это на собственной шкуре просто испытываю. Я с вами всегда этим делюсь. Вот этим вот тыканьем и прочими вещами. Если люди, если вы не способны разговаривать спокойно с человеком, даже с вами не согласны, если вы винить его во всех грехах, судите его, как меня судят, и судят меня еще за то, что я, типа, там обольщаю виду людей в ад, я говорю, ты кто такой вообще есть? Так что вот так вот. Доказать ты это, ты говорю, это тобою мне грех придуманный. Ты меня обвинить ни в чем не можешь. Ты не можешь мне этого человека в аду показать. Я, в отличие от вас, верю, что я людей как раз в рай веду, потому что люди освобождаются и живут поистине евангельской, а не по вашим культам. Причем пишут это слово, да ты не, культовики, религиозники. Говорят, куда вы ведете, я вот, большой вопрос. Я тебя лично не тычу. А человек даже меня судит, даже, я говорю, даже никогда я против него просто погрешил, и он мне как там, он против меня грешит. Вообще безосновательно. Кого-то я обольщаю. У этих людей здравый ум. Мы все взрослые люди, все взрослые души. Мы, как я теперь убежден, 7 тысяч лет каждый прожил на этой земле. Долго ли мы будем в песочнице ковыряться? Пора бы вырасти. А если даже я что-то говорю неправильно, Бог со мной будет, как говорится, разбираться-то. А ты будешь отвечать за свое. У тебя истина. Ты это слышишь, считаешь это неправильно, не принимай. Другой точно так же делает. Другому ты можешь сказать, что вот это не истина. Не то, что там Кузнецов в аду будет гореть. Ты не имеешь права меня судить никакого. Ты можешь сказать, вот я слышал вот такое мнение, я считаю это неправильным. И тебе, брат, не советую. А мы еще Адама переплюнули, правда. Адам хотя бы вердикт не выносил Еве с Богом. А мы еще и теперь судим. Мы же сели выше звезд, поставили престол свой. Мы не просто стрелы метаем. Мы еще и судим этого человека. Еще и ватпасы, еще и казни. Мы еще и палачи. Мы и судьи, и палачи, и все на свете. А Иисус сказал, Отец никого не судит, и я никого не сужу. Иди и впредь не греши. А мы все. Мы престол свой подняли выше звезд небесных. И все. Мы и судим, и казним всех. Причем все в одном лице. Я и судья, я и палач. Я и истина. Вот в этом человеке я вот сразу вижу. Анти-бог. Бог никого не судит. Бог учит и воспитывает людей. Но он Бог, а ты вырастет до этого. Большой вопрос по делам, что-то не видать. Вот так вот. Хотите вырасти, запомните это. Никого, никого лично не вините. Согрешаете, каетесь. Творите достойные плоды покаяния. И все будет хорошо. И опытом навыкайте, так больше не делайте. Раз, два, три, десять, и вы забудьте об этом. На этом у меня все. По заповеди тоже поговорили. В принципе, вот именно у нас заповедь любить всех. И любящих нас, и людей, встречающихся нам на пути жизни. Казалось бы, нам посторонних. Но на самом деле, так как он находится на расстоянии вытянутой руки, значит он ближний нам. А не просто одной с нами веры, одной с нами национальности. Это человек на пути моей жизни, на вытянутую руку от меня. Вот кто ближний мне. Ему надо сотворить благо и даже людям, нас ненавидящих, нашим врагам. Об этом всегда надо помнить. Я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях ваши мысли, размышления. Делитесь эмоциями от услышанного. Я всегда с радостью и назиданием их читаю. Если ролик нравится, что делать, знайте. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok